Раздельный сбор мусора не мода, а обоснованная необходимость. Подсчитано, одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Но куда в таком случае выбрасывать опасные отходы? Презентация природоохранного проекта «Экобокс» открыла инвестиционный час в администрации района. Установка таких эго-контейнеров позволит упрости сбор лампочек, градусников и батареек. Ознакомиться с проектом пригласили представителей управляющих компаний района. Эту работу просто необходимо вести. Требование экологического законодательства только ужесточается. В следующий год, год экологии, оно будет еще более жестким. Поэтому, пожалуйста, вот вам есть представитель, который работает в Московской области, будет добры с ним связаться, проговорить и приступить к системной работе по решению этой проблемы. В рамках встреч рассмотрели и два бизнес-проекта. Более двух миллионов рублей планируется инвестировать в расширение семейного клуба «Здоровая семья» в микрорайоне Чкаловский. Это позволит создать 20 рабочих мест. Клуб уже существует. Там проходят занятия для пожилых людей, оздоровительные курсы для взрослых и кружки для детей. Всего занимаются около ста человек. Чтобы посетителей стало еще больше, необходимо расшириться. Мы назвали адрес, Алексей Васильевич сказал, какие там существуют проблемы и чем он может помочь. Сразу же начал связываться и дал распоряжение. Я очень надеюсь, что это распоряжение будет исполнено. То есть это помещение, которое может нас действительно не просто устроить, оно будет удобно для всех тех, кто занимается. Кроме того, на встрече представили проект крестьянско-фермерского хозяйства для разведения курта полутора тысяч птиц с перспективой расширения производства. По созданию КФХ также проводится работа. С инвестором будет осмотрен участок под КФХ и предложен ряд других участков, логистически менее удобных, но гораздо более доступных с точки зрения дальнейшего расширения. Инвестор рассматривает Монина. Мы предлагаем альтернативные варианты в Афряново, поскольку там есть сельскохозяйственная земля, пригодная для ведения подобного рода хозяйств.